Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. На одном из зарубежных сайтов, посвященных криптовалюте, появилось сообщение о лишении Марка Скотта, юриста компании OneCoin, адвокатского статуса. Вот статья на английском языке. Если вы знаете английский, то можете прочитать эту статью в оригинале. Ну а кто английского не знает, я подготовил перевод на русский. Адвокат основателя OneCoin Ружи Игнатовой, так называемой криптокоролевы, лишен адвокатского статуса. В пятницу коллеги из пяти судей в Нью-Йорке официально лишила звания адвоката Марка Скотта, бывшего юриста компании Локи Лорд ЛЛП и адвоката печально известной мошенницы Ружи Игнатовой, после того, как он был осужден в ноябре 2019 года по обвинению в многомиллиардном мошенничестве OneCoin. Надеемся, что эта новость принесет некое утешение брошенным на произвол судьбы инвесторам. Скотт, который был арестован по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве, выразил протест против лишения его лицензии, утверждая, что он намерен после вынесения приговора по его делу подать ходатайство с просьбой вынести оправдательный приговор или провести повторное судебное разбирательство. Насколько я понимаю, Скотт протестует против лишения его лицензии, ссылаясь на то, что окончательное решение, приговор по его делу еще не вынесен, и даже если он будет вынесен, он все равно намерен подать апелляцию, ходатайство и требовать либо повторного рассмотрения дела, либо вынесения оправдательного приговора. Но судей из третьей судебной коллегии отклонили приведенные доводы, заявив, что, по их мнению, если ходатайство ответчика после судебного разбирательства или будущей апелляции окажется успешной, он сможет ходатайствовать об отмене санкций, наложенных этим судом. Ну, проще говоря, они ему говорят так. Ты собираешься подавать апелляцию и надеешься, что получишь оправдательный приговор, что с тебя будут сняты все обвинения. Пожалуйста, подавай апелляцию, добивайся снятия обвинений, оправдательного приговора. Вот когда у тебя будет оправдательный приговор, сможешь доказать свою невиновность, вот тогда и сможешь опротестовать наше решение и получить лицензию адвоката обратно. Но пока это не произошло, так что уж извини, побудешь без лицензии. Это простыми словами. Финансовая пирамида или схема многоуровневого маркетинга Ван Коин, основанная Ружей Игнатовой в середине 2010-х годов, предлагала комиссионные за привлечение новых инвесторов создание крупнейшей криптовалюты. Но вместо этого инвестиции часто направлялись непосредственно в карман Игнатовой. Сама Игнатова остается на свободе. Сам Марк Скотт был осужден за помощь в отмывании почти 400 миллионов долларов для Игнатовой, из которых он получил комиссию до 50 миллионов долларов. По словам прокуроров, Скотт хвастался тем, что заработал 50 к 50, ссылаясь на свое богатство и возраст. То есть он заработал 50 миллионов к 50 годам. И на эти деньги покупал машины, яхту и несколько домов на побережье. В своем предыдущем видео я как раз делал более детальный разбор. Кто не видел, можете посмотреть по ссылке под этим видео. Там показаны как раз и дома, недвижимость, которую Марк Скотт покупал, и автомобили, и даже яхта. Как уже сообщалось ранее, об афере Ван Коин и те, кто в ней участвовал, будет снят кинофильм с участием Кейт Уинслет, а также будет показано шоу на BBC. Итак, вынесение приговора по делу Марка Скотта должно состояться в декабре, если не будет каких-то изменений, форс-мажорных обстоятельств и так далее. Сами знаете, что год сейчас очень такой интересный, 2020, и может быть все что угодно. Ну, собственно, когда окончательный приговор будет вынесен, конечно, я обязательно запишу об этом видео. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.